И мы переходим к переоперационному введению больных при радикальной цистектомии. Как снизить осложнение и летальность? Профессор Носов Александр Константинович, пожалуйста. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня отрадно, что, наверное, впервые, уже в последние пару лет, пока мы занимаемся в фаст-трек, как минимум двое докладчиков упомянули ЕРАС. Это говорит о том, что ЕРАС приходит в нашу жизнь, и мы от него уже никуда не уйдем, и мы вынуждены ему следовать. Ну, вот это тот кораблик, который мы взяли уже два года назад, как свой девиз «И земля прощает добрый путь». Почему? Потому что все-таки эти вот компоненты ЕРАС требуют, чтобы мы отказались от многого того, к чему очень привыкли. От того, что уже тяжелым грузом висит рюкзаком за спиной, который достаточно трудно опорожнить и выбросить. Выбросить все то, что мешает, все то, что не дает нам активно двигаться дальше. Итак, я считал поначалу и объяснял все время, почему ЕРАС так трудно все-таки двигается в России. Приезжая в регионы, каждый раз некое откровение. Но на одном из докладов я понял, что на самом деле, работая в этой области, я сваливаю сюда уже все, не только ЕРАС, но и все остальные компоненты хорошей медицинской практики, которая, к сожалению, у нас отсутствует. И вот именно потому, что у нас нет той адекватной отработки медицинской практики, все компоненты ЕРАС и проваливаются, мы не можем их принять, потому что у нас не выполнены все те требования, которые существуют на сегодняшний день в адекватной, высококлассной медицине. Именно поэтому я рассказываю на своих лекциях о смене белья, об отсутствии перевязочной, о наличии нательных рубашек, о наличии сигнальной системы над палатой. А это все преддверия ЕРАС, и без них ЕРАС дальше не двинется. А Евгений Иванович сказал, что ЕРАС достаточно многофункционален. На самом деле всего 18 пунктов ЕРАС, и 85% из них отвечают анестезиологи. Это анестезиологическая проблема в абсолютном большинстве, не во всем. Но понятно, что на самом деле она, конечно, мультидисциплинарна, и все участники этого процесса должны активно в ней работать. Генрих Кефлер еще в 80-х годах задал вот этот вопрос, который я задаю и прошу своих коллег задавать перед каждым больным, а что этот пациент делает на этой койке в данный конкретный момент и в эти сутки. В абсолютном большинстве мы находим повод, чтобы сократить пребывание пациента непосредственно в отделении, потому что в абсолютном большинстве очень многие пациенты лежат на койке зря. Они не только занимают койку, но они еще наносят себе непоправимый вред, снижая свою реабилитацию, получая госпитальную инфекцию, ухудшая в дальнейшем свой прогноз. Поэтому не надо бояться активизировать больных рано, нужно наоборот к этому стремиться и наоборот этому способствовать. Конечно, элементы разделятся на три компонента, это предоперационные, интероперационные, послеоперационные. Если говорить о предоперационных, это консультирование пациента. Пациенту нужно рассказать и рассказать до того, как вы его возьмете на операцию, о том, как он себя должен вести, как он должен и когда вставать, что он должен пить, в каком объеме, какими препаратами пользоваться в ближайшем послеоперационном периоде, чтобы для него не было стрессом, когда вы пришли через два часа после операции и попытались его заставлять вставать. Он должен понимать, что это для него большое благо. Он должен уметь дышать дыхательным тренажером и полностью разделять вашу позицию в реабилитации. Поэтому вот это консультирование, работа с пациентом чрезвычайно важны. Физические тренировки, прекращение курения, наверное, все-таки в реальной практике они практически невозможны. Для того, чтобы получить эффект от прекращения курения, нужно как минимум 8 недель депривации, как минимум месяц воздерживаться от потребления, что, наверное, все-таки в нашей активной жизни это достаточно проблематичный вопрос. Предоперационное питание. Меня учили, как и большинство, наверное, из вас, что есть нельзя, с вечера уже ничего пациент не ест. На самом деле за 6 часов твердая пища, а за 2 часа мы уже давно даем как минимум 200 мл глюкозы для поддержания функционирования кишки. Что никак не влияет на наркоз, не мешает проведению анестезии, потому что за эти 2 часа все абсолютно эвакуируется. И на самом деле это достаточно доказанный фактор. И вообще, если посмотреть на уровни доказательности всех 18 компонентов ЕРАС, уровень составляет единицу. Даже двойки нет ни у одного компонента. Все элементы ЕРАС на сегодняшний день обладают высокой доказательностью. Поэтому спорить против них абсолютно бессмысленно. При этом, конечно, можно говорить о том, что все абсолютные критерии доказаны в области колоректальной хирургии. Но, тем не менее, надо понимать, радикальная цистектомия с кишечной пластикой – это колоректабдоминальная хирургия или нет. Наверное, тоже элемент абдоминальной хирургии. Поэтому, наверное, активное использование доказанных и хорошо доказанных факторов является важным фактором. Активное питание и компенсация потерь является важным компонентом, и в том числе в дооперационном периоде, о чем важно информировать пациентов, чтобы они не прибегали к тем новомодным всяким диетам, которые в интернете можно встретить, когда они ограничивают себя в питании, говорят, что этого нельзя, этого тоже нельзя, это все кормит опухоль, она растет. Поэтому тоже необходимо ориентировать. Это доказано, что адекватное питание улучшает прогнозы этих больных. Антибиотикопрофилактика. Я думаю, что никто не будет лукавить и знает свои листы назначения, где после операции чаще всего назначен антибактериальный препарат, который продолжается неделю-две, абсолютно без показаний, бессмысленно. Хотя существуют конкретные критерии, рекомендации по переоперационной антибиотикопрофилактике, которые нужно соблюдать, начиная не менее за час до кожного разреза, продолжая 24 часа. И после этого все, если нет к этому реальных показаний, выставленных на основании предварительных посевов, а также поориентироваться на клиническую практику. И опять же, пролонгируют до 72 часов у тех пациентов, которые подвергаются определенную группу риска по инфекциям. Выбор препарата зависит, естественно, от посевов. И мы на сегодняшний день сеем всех пациентов, которые идут на цистектомии, причем сеем как мочу, так и кал. И в зависимости от этого определяем ту антибиотикопрофилактику, которую на сегодняшний день используем у этих пациентов. Приминдикация, отказ от наркотических анальгетиков. Да, это, конечно, прерогатива анестезиологов, но об этом надо знать, и, к сожалению, мы вынуждены стимулировать анестезиологов, чтобы они более активно продвигали эти компоненты в реальную жизнь. Действительно, наркотические анальгетики ухудшают прогноз этих пациентов, они ухудшают функцию кишечника, и это на сегодняшний день также доказано. Профилактика тромбоэмболей и низкомолекулярные гепарины являются, конечно же, чрезвычайно важным фактором. На сегодняшний день мы, например, отказались от рутинной профилактики тромбоэмболии за счет того, что действительно очень активно работают, по всей видимости, методы реабилитации пациентов. Пациенты сегодняшний день через 3-4 часа после цистоктомии оказываются в палате и начинают активную реабилитацию. Вчерашние больные, которые были на мастер-классе, через 4 часа уже ходили по коридору, и эту фотографию я покажу на последней сессии. То есть подобная активизация пациентов на сегодняшний день, на мой взгляд, помогает и отказаться от рутинной всем пациентам применения низкомолекулярных гепаринов. Мы всегда в этой ситуации все-таки балансируем между кровотечением и тромбоэмболией. Понятно, что сосудистые хирурги всегда боятся больше тромбоэмболии, и понятно, что и прогноз у этих пациентов хуже, с кровотечением можно справиться, но все-таки и оперировать при кровотечении хуже, и вести этих пациентов после операционного периода также достаточно тяжело. Но, наверное, в ближайшее время мы этот опыт оформим и представим свои результаты. Предоперационная подготовка кишечника. На сегодняшний день надо понять, что в абсолютном большинстве случаев надо отказаться. Если мы не работаем на толстой кишке, никаких вообще посылок предоперационной подготовки кишечника у этих пациентов нет. На самом деле ведутся споры, что и при работе на толстой кишке и прямой кишке стоит ли готовить. Но все-таки большинство работ говорит о том, что подготовка кишки при вмешательстве на толстом кишечнике более целесообразна. Во всех остальных случаях никакой целесообразности нет, потому что надо понимать, какой вред мы этим наносим непосредственно пациентов, меняя асмомолярность, внося госпитальную инфекцию, потому что все знают, как производится подготовка кишечника в абсолютном большинстве клиник. Также мы тратим еще огромное время нашего персонала на совершенно ненужные мероприятия, которых совершенно можно избежать. Ну и прием соответствующего препарата на сегодняшний день невозможен, так как он недоступен в Российской Федерации. Интероперационная – это норма термии. Понятно, что пациента не нужно морозить. Если посмотреть хоть раз, как транспортируется в абсолютном большинстве пациент до операционной в наших клиниках, это узкая каталка, на которой лежит одеяло, которое постоянно открывается, а на ней лежит абсолютно голый пациент. И пока он едет с палаты до операционной, понятно, что в абсолютном большинстве он будет в состоянии не норма термии, а гипотермии. Он будет переохлаждаться. То же самое может происходить на операционном столе. И этому фактору тоже нужно уделять внимание, хотя, конечно, возможно, этот фактор не столь сильно доказан, как все остальные. Малоинвазивный доступ – абсолютно доказанный фактор, что он способствует ранней активизации больных. Именно поэтому ему, наверное, и уделяется столько внимания. И мы сегодня говорили о малоинвазивных доступах при цистектомии, потому что все-таки реабилитация у этих пациентов происходят более активно, восстанавливаются они раньше, и осложнений у них все-таки меньше. Послеоперационная. Ну, и еще интероперационная. Это назогастральная интубация, от которой, наверное, уже стоит отказаться. Ничего. На последнем конгрессе в Лондоне была фотография, где пациент пишет своей рукой, что ничего, кроме этой чертовой трубки, меня не беспокоит. И это действительно так. Я помню, когда мы рутинно всех устанавливали на назогастральный зон, ничего больше больного не беспокоило, кроме назогастральной интубации. При этом показано, что наличие этого зонда ухудшает восстановление функции кишечника, поэтому выполнять эту процедуру на сегодняшний день нецелесообразно. Интероперационная гидротация, о которой профессор Штодд достаточно, наверное, подробно сказал, мы тоже ограничили, очень ограничили применение кристаллоидных растворов и в интероперационном, и послеоперационном периоде, и максимально стараемся проводить пероральную гидротацию этих пациентов, по сути, с первых часов после операции. Дренирование и стентирование. Мы являемся достаточно активными проводниками отказа от дренирования, в том числе, и стентирования. И наш опыт, в общем-то, тоже подтверждает, что это не ухудшает прогноз пациентов, это не ухудшает их послеоперационное введение, а наоборот мобилизует коллектив к тому, чтобы эти пациенты более активно и агрессивно велись, и, естественно, восстановление у них наступает гораздо раньше, чем в обычной ситуации. Ну и мультимодальное обезболивание, что, на мой взгляд, является таким круглым камнем ЕРАС, потому что оно должно начинаться в предоперационном периоде, проводиться соответствующими интероперационно-анестезиологами и адекватно поддерживаться в послеоперационном периоде. И основным компонентом является оценка боли, потому что на сегодняшний день единственный оценочный фактор – это вопрос больному, у вас болит, не болит. А все придумано до нас. Существует визуальная аналоговая шкала, на которой элементарно оценить, объективно, достаточно оценить тот уровень болевого синдрома, который есть у пациента. И если больше 4-5, он требует дополнительной анальгезии. И если этот пациент делает регулярно, то достаточно легко это оценить за целые сутки. Но это про дренажи, в общем-то мы уже все об этом сказали, и время терять на этом не будем. Причем отсутствие дренажей доказано не только в урологии, но и в том числе и при резекции поджелудочной железы. Это никак не ухудшает течение больных в послеоперационном периоде. Раннее питание. Когда готовилась эта презентация, в интернете развернулась такая дискуссия о том, чем же и когда кормить пациентов. И если здесь подробно почитать, то очень много можно интересного узнать. На самом деле, действительно, пациенты должны питаться достаточно рано. Жидкость они у нас начинают принимать практически в этот же день после операции. И функция кишечника восстанавливается значительно раньше по сравнению с теми пациентами, которых мы достаточно долго морем голодом. Ранняя активизация. Наверное, важный фактор. Раннее интеральное питание. Отказ от парентерального питания. Последний год мы не используем парентеральные смеси. Мультимодальная послеумерационная анестезия. О том, о чем было уже сказано. И раннее удаление зондов и дренажей. Все является важным фактором также и после операционного периода. То, о чем я говорил, что об этом, наверное, нет смысла рассказывать в ЕРАС. Потому что, еще раз говорю, наверное, это все-таки относится к адекватной и правильной медицинской тактике. Точнее, практике, которую активно тоже нужно проводить в своей повседневной деятельности. Приняв все эти компоненты ЕРАС, при цистектомии мы оценили свои результаты. 85 пациентов радикальной цистектомии. Все операции были выполнены лапароскопически. И радикальная цистектомия непосредственно с элементами ЕРАС. В общем-то, обе группы приблизительно были сравнимы. По длительности операции видно, что достоверных различий не было. Что лапароскопическая, точнее, что открытая техника были одинаковые. Интероперационные осложнения также не отличались. Объем кровопотери был сравним. Был достоверно ниже у пациентов с лапароскопической техникой. И гемотрансфузии также достоверно реже встречались при лапароскопическом доступе. 30-дневные осложнения у этих пациентов не отличались. Были сравнимы. По длительности госпитализации, естественно, пациенты, которым был выполнен лапароскопический доступ с элементами ЕРАС, выписывались значительно раньше, практически вдвое мы сократили. Полтора здесь раза сократили, а на сегодняшний день и вдвое сократили длительность госпитализации этих больных. Возвращение в отделение РИД с реанимацией было сравнимо. Повторные операции также не различались. И повторные госпитализации в течение 90-го суток были даже меньше в группе с активным введением этих пациентов. Основной проблемой была кишечная непроходимость при открытой хирургии. Здесь также та же проблема, но встречалась практически одинаково. И то, что действительно реально отличалось, это длительность дренирования. Мы не ставили дренажей у этих пациентов. Длительность госпитализации, как я уже сказал, достоверно отличалась. Длительность стентирования также мы снизили с 14 с начала до 9, а на сегодняшний день до 6 суток. Есть группа пациентов, у которых стентирование в последнее время мы не производим. Формируем уритерельный анастомоз без каркаса. И время перевода на обычный стол значительно снизилось в группе с фасттреком и при лапароскопическом доступе. То есть пациенты практически на 3-4 сутки возвращаются к обычной диете. А для многих, особенно пациентов с метаболическими нарушениями, в том числе с сахарным диабетом, это является очень важным фактором восстановления их кишечной функции. Ну и хотелось бы все-таки напомнить, что надо ускориться. Ну а каждый выбирает то, что ему ближе. Спасибо. Спасибо большое. Единственное, сигареты, когда мы говорим о раке мочевого пузыря, немножко смущают меня. Вопросы, пожалуйста. Мария Григорьевна, у Вас нет вопросов? Вот время, у Вас практически нет отличия времени выполнения лапароскопической открытой цирстоктомии. Это необладер или это брикер? Потому что брикер, операция Бекера, которую мы выполняем сейчас, например, открытую, и выполняли 10 лет назад, это совершенно две разные операции. Сейчас эта операция открытая, не занимает больше 2-2,5 часов. Не занимает. У Вас было 300 минут написано просто. Нет, это средний, первый тоже. 300 минут. Это первая серия, последняя часа 50. Я услышал, да, что Вы про сигарету что-то сказали, да, но одновременно с этим я могу сказать, что если пациент уже курил 30 лет, а этого, конечно, не надо было делать, но все-таки, да, вот такой заядлый курильщик, да, он должен покурить, прежде чем опорожнить кишечник, и это хорошо, в чем здесь смысл, что они на второй день, курильщик вынужден встать с постели и идти на улицу курить. Да, но у нас также есть еще никотиновые такие пластыри, да, то есть мы можем это использовать, да, но им нужен вот этот никотин, чтобы у них сработал кишечник. Мы очень уговариваем бросить курить, она говорит, ну это единственный повод быстро активизироваться, она курить побежала тоже в этот же день на пандус, то есть после операции через 5 часов, это действительно большой стим.